Квартир в Санкт-Петербурге Квартир в Санкт-Петербурге Квартир в Санкт-Петербурге и безопасно для вас проведет сделку и взаиморасчеты, не дав вам напороться на подводные камни законов другой страны. Равшан, пару вопросов. Скажите, чем вам так понравилось в Черногории, что вы живете там уже 6 лет и не собираетесь никуда уезжать? Вам там, может быть, медом намазано? Ну, есть буквально, когда немножко и намазано. То есть, прекрасный климат, доброжелательное местное население, которое очень по-доброму относится к россиянам. То есть, всех нас там называют русскими. Традиционно, скажем так, российско-черногодская дружба. Многовековая история этих отношений. Затем, совершенно понятное вменяемое законодательство страны. В принципе, оно достаточно равное для местных жителей и для иностранцев. Единственное, местные имеют некие свои преференции. Ну, я все говорю про невижимость. Ну, и, конечно, прекрасный климат, комфортная жизнь. С точки зрения даже ее, как бы, дороговизны и дешевизны, вы с питерскими ценами не почувствуете большой разницы, проживая там. Ну, море – это, безусловно. Это, возможно, самый большой аргумент для того, чтобы выбрать эту сторону. Хотя бы на короткое время. Я понял. Скажите, по вашему мнению, вот сейчас есть смысл вкладываться в недвижимость в Черногории? И если в нее вкладываться, то можно ли получить с этого дохода? Я считаю, что да. Значит, практически во всех странах уравновесились инвестиционные доходы. То есть они имеют какие-то вменяемые совершенно цифры. И на сегодняшний день, приобретя недвижимость в Черногории, даже при сдаче ее в длительную аренду, то есть это совершенно пассивный доход, то есть выйти на 5-7% годовых совершенно реально. Приложив некоторые усилия, можно, естественно, это и повышать до 10-12%. Вполне возможно. Это только самое то, что на поверхности. Понятно. Ну, смотрите, ваше агентство, оно зарегистрировано, я понимаю, в Черногории. Вы работаете полностью по черногорским законам. И вот именно к вам из каких стран обращаются покупатели недвижимости чаще всего? Да, то есть наше предприятие зарегистрировано в Черногории. Естественно, мы являемся черногорским предприятием, которое является агентом именно черногорским. Тем не менее, к нам обращаются традиционные россияне. Значит, сейчас стало больше обращений из европейских стран, из Израиля. И по большей части обращаются, конечно, наши же русские соотечественники. А вот из каких регионов России больше всего? Москва, Питер или еще там какие-то? Москва, Питер, это практически само собой разумеется. Есть Архангельск, есть Красноярск, есть Пермь, есть Екатеринбург. Практически вся география Советского Союза, я бы сказал. То есть люди уже из этих городов, они спокойно покупали, приобретали через вас недвижимость? Совершенно спокойно приобретали, покупали. Есть различные варианты оплаты ее. То есть я опять же подскажу, для того, чтобы это сделать не только безопасно, но и комфортно для себя. Я понял. Скажите, а есть такой вариант, если к вам обратиться покупатель из России, вот чтобы первоначально ему не ехать, как-то вот может поверхностно посмотреть объект недвижимости понравившийся? Сейчас же вы знаете, скайп там, трансляции прямые. Безусловно, то есть если мы начинаем работать плотно с кем-то из вас, безусловно, сначала фото-видео материалы, появляются какие-то вопросы, это технический прогресс шагнул далеко, интернет в Черногории есть повсеместно, поэтому я организую прямые трансляции с объекта. Спокойно покажете объект по скайпу. Рядом будет стоять его собственник, который будет отвечать на ваши вопросы, которые возникают здесь же при просмотре этого объекта. Понятно, отлично. Слушайте, а скажите, за какую цену минимально можно вообще что-нибудь в Черногории купить? То, где можно жить. Понятно, что разброс центов великий, но вот минимально явно. Если мы говорим не про собачью букву, если мы говорим про объект недвижимости и говорим о некой средней температуре по больнице, то это получается примерно от 1100-1200 до 3000 евро за квадратный метр. То есть в пересчете на понятные всем какие-то величины, то, скажем, за 1045-1050 можно приобрести или большую студию, или, скажем, односпальную квартиру. 45-50 евро, да? Да, я все говорю в евро. То есть ближе к 70-100 тысячам это уже у нас есть предложение и с двумя спальнями. Причем с двумя спальнями есть варианты и большие, до 100 квадратных метров. Поэтому разброс достаточно большой. Есть в том числе и небольшой домик, который, я говорю, что это двухкомнатная квартира на своей земле. То есть это будет стоить 65 тысяч евро. Поэтому вариантов очень много, разброс очень большой. Лучше отталкиваться от того, что нужно непосредственно вам. Грубо говоря, можно продать квартиру в Питере, да, и купить там такую же точно квартиру. Судя, да, вот сейчас на Конгрессе я смотрю. Сколько на побережье Адриатического Гури? Моя специализация работать на побережье, да. То есть я не иду дальше. Есть партнеры, которые смогут предложить вам какие-то сельскохозяйственные угодья, если кто-то этим занимается, конечно. Понятно. Рошан, вот вернемся немножко. Вы говорили, допустим, с России покупатель купил недвижимость, вложил деньги и, соответственно, живет он там 2-3, может быть, 4 месяца в году. Там самый сезон, а все остальное время эта недвижимость у него там, грубо говоря, простаивает. Какой доход он может от него получать и примерно в каком размере? И занимаетесь ли вы именно доверительным управлением той недвижимости, которую через вас купили наши соотечественники? Значит, доверительным управлением мы, безусловно, занимаемся. То есть это особенно в последний год стало очень популярным, то есть когда квартиры превратаются именно из инвестиционных соображений. Единственный вопрос такой, как вы понимаете, что так же, как и вы сами, то есть арендаторы, будущие арендаторы, будущие ваши квартиры захотят отдыхать так же в сезон. Поэтому в межсезонье вариантов для сдачи, естественно, меньше, соответственно, доходность там будет меньше. И в таких случаях я чаще предлагаю людям, то есть если вы действительно только наездами хотите посещать страну, не проще ли сдать ее нормально в работу, а самим на заработанные деньги отдыхать в любой другой точке Черногории. То есть опять же мы будем исходить из конкретной вашей ситуации. То есть вариантов много, варианты разные. И в двух словах их не опишутся. Не опишутся, ясно. Ну еще скажите, правильно поняли из этого всего, что если к вам обращается покупатель, допустим, из России, то для него вообще не возникнет никаких проблем, трудностей, пребывания в стране ни с языком, ни с законодательством, то есть ему не надо изучать, как там сделки эти покупки-продажи, в недвижимости проводятся расчеты, налоги и все остальное. Значит, кто работает со мной, они отмечают, что я беру цикл приобретения недвижимости и адаптации в стране целиком. То есть с момента вашей возникшей мысли, идеи приобрести что-то, мы начинаем контактировать, когда вы еще здесь, в России, в Петербурге, проводим всю сделку, приезжаете, смотрите, заходите к нотариусу, мы все это оформляем, затем я продолжаю вас так же сопровождать, и любой ваш вопрос, любые ваши какие-то пожелания, они отрабатываются по мере возникновения. То есть даже после оформления сделки вы не остаетесь один на одной стороне, у вас всегда есть волшебный телефон, в котором я отвечу на все ваши вопросы. Волшебный телефон. Спасибо, Равшан. Друзья, теперь вы знаете, что в Черногории есть прекрасный эксперт по черногорской недвижимости, наш соотечественник и директор Черногорского агентства недвижимости «Каратау» Равшан Валеев. Он поможет вам купить квартиру или дом вашей мечты на берегу Адриатического моря недорого, в четыре раза быстрее, чем вы сделали бы это самостоятельно, безопасно и при минимальном напряжении ваших сил. Все, что вам нужно сделать, это позвонить мне в 8-911-097-6392 и рассказать про вашу мечту. Равшан подберет вам самые подходящие для вас актуальные варианты по вашему запросу, при необходимости организует показ этих объектов онлайн, видеотрансляция скайп, перископ, встретит вас в аэропорту, вы вживую увидите недвижимость вашей мечты, заключите сделку и будете жить там, где другие отдыхают. С вами были Константин Калиш и Равшан Валеев. До встречи в Черногории. До свидания.